Мы с вами сейчас будем говорить о ремонте. Я приглашаю генерального директора строительно-ремонтной компании Игоря Герасимчука и певца Прохора Шаляпина, которые помогут нам разобраться в этом деле. Прошу вас. Прохор, насколько я знаю, вам хорошо известно, что такое ремонт в квартире? Мне очень хорошо известно. Я однажды решился сделать ремонт, правда косметический, и пожалел, что связался, потому что вот такие вот щели между обоими. Мне пришлось закрывать все своими картинами, ну как бы себя распечатать и повесить. Говорят, ты что распечатал себя? Многие мечтали бы о таком евроремонте. А вот смотрите, на студии Татьяна Лысюк. Татьяна, проходите, пожалуйста. Татьяна, за какой помощью обратились к нам вы? Здравствуйте. Когда возникла необходимость делать ремонт в нашей квартире, 58 квадратных метров, я написала на сайт ЖКХ. Да. Чтобы помочь выбрать строительную бригаду, строительную компанию. Понятно. Вы бы просили Якова Невилева ей помочь. Пожалуйста, остановитесь к Татьяне. И скажите нам, пожалуйста, какой первый совет вы дали Татьяне? Найти несколько компаний, которые бы предложили данный вид услуг. Давайте посмотрим, как это происходило. По договору работали. Была ситуация, когда люди обратились в компанию через интернет, заключили договор, там был письменный договор, все соблюдались нормы законодательства, и на выходе был сделан некачественный ремонт. Но фирма оказалась пустышкой. То есть, соответственно, взыскать деньги... Договор это был конечный продукт. И взыскать деньги оказалось не с кого, потому что в этом юридическом лице нулевые счета. И вот в этой ситуации, заключая договор, нужно проверять, сколько лет существует компания на рынке. Отзывы. Отзывы. Действительно ли данная компания, с кем вы заключили, допустим, ООО «Ромашка», именно они выполняют работу, а не третье лицо. Данные вопросы были заданы компаниями. И вот если все это совпадает, то как минимум вы хотя бы сможете взыскать деньги. Понятно. Шатяна, вы кого выбрали из этих компаний? Ну, те, которые, естественно, предлагают договоры. Более я доверяю славянским работникам. Своим, которых можно найти здесь. Первое, что вам должно ответить на ваши вопросы, это какой у вас метраж, когда мы можем выйти на замеры, какие материалы вы хотите, чтобы были использованы, произвести замеры, предложить вам перечень материалов, из которых будет производиться ремонт. И только после этого с вами могут заключать договор. И уже просчитанные материалы, вот здесь вот может идти разговор о предоплате. Но здесь еще самая главная встреча с руководителем. Посмотреть, он предлагает 2-3 объекта, которые они ведут. И там вы уже видите, первое, качество работы. Второе, кто люди работают. Мы когда пошли, мы стали интересоваться, какие специалисты у вас, значит, квалификации этих специалистов, посмотреть качество этого ремонта. Мы это спросили у этих компаний. Ну давайте посмотрим. А просто ремонт это криво. Просто ремонт это криво. Я не понимаю, как строительство. Я говорю, ремонт, я не понимаю слово. Я понимаю, что должно быть качественно и хорошо. Какой был следующий пункт ваших вопросов? Ну, следующий вопрос нормальный. А цена какая вообще? Сколько это будет стоить? Давайте послушаем про цену. То есть на рынке получается дороже в 2 раза. Ну и это не предел. И это не предел. И это без учета черновых и чистовых материалов. Все-таки давайте определим четко, какие критерии выбора бригад. Компания, которая окажет услуги, должна существовать на рынке длительное время, иметь определенный опыт. Люди, кто вам делают в квартире ремонт, должны быть оформлены по трудовому договору с этой компанией, иначе потом они скажут, что они здесь не работали. И, соответственно, контролировать их качество прям поэтапно. Если компания задает вопрос, а на какую сумму вы рассчитываете, сразу класть трубку, потому что это сразу понятно, что вас хотят надуть. Согласна. Додовор, безусловно, прописано смета со всеми видами работ. И штрафные санкции за просрочку работы. Самый лучший способ спросить своих друзей, знакомых, которые делали, и мы всегда отдавляем себе телефоны. Нет другого пути. Российское срабанное радио по знакомым, по друзьям. А уже дизайнером этого ремонта быть самим. Ремонт нужно делать постоянно, всегда это наша жизнь. Как вы кушаете каждый день, как парикмахерскую ходите каждый день. Мои соседи делают ремонт. Уже голова у меня, я песню запою, стучат по трубам, а ремонт делают с утра до вечера. Кто за это будет нести ответственность, что у меня голова уже валит? Есть анекдот. Человек переехал в другую квартиру и говорит, слушай, у меня такое впечатление, как будто мужик сверху, который сверлит дрелью, приезжает вместе со мной. И в итоге все равно происходит с экстремием. А еще в народе говорят, что ремонт можно начать, но прекратить его невозможно. Совершенно верно. Спасибо большое всем, кто дал свои советы. А если у вас остались какие-то неясные вопросы, то обращайтесь, пожалуйста, на сайт gkh.tv. Там вы найдете абсолютно все. И помните, что ваша судьба в ваших руках. Спасибо.